Из-за особенностей интерфейса в Ableton Live реализован необычный подход к интерпретации микшенной консоли. В трекерном режиме мы видим привычное представление микшера с фейдерами, регуляторами посыла, а в секвенсоре микшер выглядит несколько иначе. Функции остаются прежними, только фейдеры и регуляторы заменены на небольшие кнопки для эргономики рабочего пространства. Группировка каналов происходит простым выделением соответствующих треков и нажатием комбинаций клавиш Ctrl-G. Создается групповой канал, объединяющий данные каналы. Таким образом, обработка группы канала, изменение уровня и панорамирование будут общими для всех объединенных каналов. Группу можно разгруппировать, выделив групповой канал и нажав комбинацию клавиш Ctrl-Shift-G. Command-Shift-G на Mac. Имеется и некоторое ограничение. Нельзя объединять несколько групповых каналов в одну новую группу. Однако эта функция часто бывает необходимой в процессе сведения. Существует альтернативное решение. Можно вручную направить сигналы со всех необходимых каналов на свободный аудиотрек, тем самым искусственно создав групповой канал. Для этого следует открыть панель маршрутизации сигнала, нажав на кнопку I-O и направить выходной сигнал каждого канала на этот аудиотрек. После чего необходимо активизировать функцию прослушивания входного сигнала. Таким образом, получается альтернативный способ группировки каналов, заключающийся в том, чтобы направить несколько потоков на вход аудиотрека, который становится новым групповым каналом. Вот хороший пример того, как можно решить проблему, предложив альтернативный вариант. Поэтому, если у вас что-то не получается, всегда ищите обходные пути. В следующем видео мы рассмотрим, как в Ableton Live реализована функция эффектов посыла и существуют ли альтернативные варианты для параллельной обработки сигнала.